А Ислам Каримов вроде жив. По крайней мере, это официальная информация из администрации президента в Ташкенте. У Кремля тоже нет подтверждений данных о смерти президента Узбекистана. Так заявил, по крайней мере, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Напомню, ранее о смерти Ислама Каримова на 79-м году жизни сообщило агентство Фергана. Причин не называли, правда, но все же верить стоит члену семьи. Все слухи развеяла дочь президента. В соцсетях она написала, что отец ее в стабильном состоянии, правда, в реанимации. У него было кровоизлияние в мозг. Вот откуда теперь поступают официальные новости. Так что будем доверять им. Во избежание кривотолков здесь, на своей странице, я хочу рассказать вам о печальных событиях, которые произошли в нашей семье с моим отцом в минувшие выходные. По причине мозгового кровоизлияния, которое случилось в субботу утром, он госпитализирован и находится в реанимационном отделении. До этого местные СМИ сообщали, в Ташкент в срочном порядке прилетели авторитетные врачи из-за рубежа. Они лечили главу государства до этого. Из-за ухудшения здоровья президента на время празднования Дня независимости Узбекистана был ужесточен пограничный контроль. Сухопутные границы на две недели были перекрыты. Из-за исключения сделали для дипломатических миссий, экстренных служб и отдельных случаев, связанных с похоронами и свадьбами. Пресс-служба оппозиционного народного движения Узбекистана назвала свою версию. Каримов якобы потерял сознание во время банкета после злоупотребления спиртными напитками. По их информации, прием организовали в честь успешного выступления Олимпийской сборной Узбекистана. Проводился он в резиденции Дурмени. В полночь президент еще беседовал с главой своей администрации, а потом вдруг потерял сознание и упал. Первую помощь оказали врачи из дежурного медпункта. Слухи о недомоганиях президента и смерти в СМИ появляются не в первый раз. Например, год 2003. Журналисты поняли тревогу. Каримов долго не появлялся на публике. Думали, что президент умер и страной руководит его двойник. Представьте, что была вот такая версия. В 10-й год оппозиционер рассказал СМИ, годом ранее президент Узбекистана дважды впадал в кому и живет только благодаря биостимуляторам, чтобы это не значило. Ну и 13-й год. По сообщениям оппозиции, госпитализация Каримова с обширным инфарктом. Причина та же. Долго не появлялся на людях. Потом слухи, правда, опровергли. Каримов совершил рабочий визит в Москву. Ну а два года спустя СМИ пишут, Каримов впал в кому опять. Якобы потерял сознание за ужин. Об этом опять сообщила та же самая оппозиция. Ну и еще зарубежные СМИ добавляли масла в огонь. В состоянии комы он находился почти три недели, по их версии. Но я думаю, что оно может. Пост президента Узбекистана Каримов занимает, только вдумайтесь, 26 лет. Давайте вспомним, какой путь он прошел от простого рабочего до президента страны. Политический марафонец. Один из самых сильных диктаторов. Так мировая пресса называет единственного и бессменного президента Узбекистана Ислама Каримова. Этот пост он занимает с марта 1990 года, дольше, чем любой другой руководитель бывших союзных республик. Вряд ли мальчик из Самарканда, рожденный в семье простого служащего и домохозяйки, мог предположить, что его жизнь сложится таким образом. Но судя по золотой школьной медали и двум дипломам советских вузов, технического и экономического, ко взрослой жизни Ислам Актуганиевич готовился тщательно. Трудовая карьера началась в 1960-м на Ташкентском машиностроительном заводе. Каримов от помощника мастера дослужился до ведущего инженера-конструктора. На этой должности его заметили и начали продвигать по партийной лестнице. Сначала он работал в республиканском госплане, затем возглавил Министерство финансов Узбекской СССР. К 1986-му стал первым секретарем Каждариинского обкома, а еще через три года первым лицом Среднеазиатской республики. После развала Союза, благодаря своему опыту и репутации, Каримов избрался на пост президента. И с тех пор выигрывает каждые очередные выборы. За более чем четверть века политик прошел через теракты, вызванные разногласиями с некоторыми религиозными лидерами. Покушение. В конце 90-х Каримов чудом не пострадал при взрыве в Ташкенте. И многочисленные информационные атаки. Президента Узбекистана обвиняли в излишней жестокой позиции по отношению к конкурентам. Также пресса не раз сообщала о резком ухудшении здоровья Каримова. В копилке личных достижений Каримова десятитомник политических книг, посвященных родной стране. Звание почетного гражданина Сеула и почетного профессора МГУ. Множество орденов и других государственных наград. У политика сын от первого брака и две дочери от второго. Они подарили Исламу Абдуганиевичу пятерых внуков. Каждое первое сентября в Узбекистане проходят торжественные мероприятия, посвященные Дню независимости страны. Президент республики всегда в первых рядах. Рядом со своим народом. В этом году четвертьвековой юбилей, но политик его пропустил. Менее чем за неделю до праздника в прессу просочилась информация о том, что президенту срочно понадобилось полное обследование и консультации иностранных врачей.